Говорим о садоводстве. Подставленный ролик «Как купить растения в коме», «Звезда в коме» Здравствуйте, приветствуем вас на канале… Вот и бэкстейшн. Здравствуйте. Приветствуем вас... Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас в гости Виктор Тропченко, Который все время смеется Извините, это нормально Он теперь глаза красные, поплакал над растениями в коме Здравствуйте Здравствуйте Вот так вот Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф Сегодня у нас в гостях Виктор Тропченко Приветствуем вас на канале Европлант Лайф С нами сегодня ландшафтный дизайнер Виктор Тропченко И мы хотим поговорить на очень интересную тему Я недавно видел экскурсию по поводу посадки деревьев Которые приходят в контейнерах Которые приходят в мешковине Которые приходят в сетке Ну и вообще нам, как правило, непросто приходится, скажем так, покупателям Не для всех вообще, как выяснилось, очевидно Что растения не нужно сажать прямо в горшке Ну, я думаю, что наши-то зрители, они более искушенные И, конечно же, горшочек с дерева-то снимают Ну, а что под ним, не всегда всем очевидно Вот мы недавно с Викторией Самгиной сажали сад для Петра Попова И когда мы достали березку из горшочка Там обнаружилась такая резиновая сеточка И, как выяснилось, что эту сеточку надо, как минимум, немножечко раздербанить И вообще распотрошить ком, чтобы посмотреть, что там внутри Вот какие вообще сюрпризы могут таиться? Любые Ну, во-первых, здравствуйте Здравствуй, Андрей А сюрпризы могут быть любые Дело в том, что, может быть, немножко вернуться на шаг назад И обсудить вообще, какие будут кондиции посадочного материала Есть такой термин «кондиция посадочного материала» То есть способ поставки посадочного материала Первый и самый простой, самый известный еще по советским временам Это открытая корневая система То есть когда корни растений очищены от почвы И в лучшем случае замотана какой-нибудь тряпкой типа мешковина Чтобы они просто не пересыхали Второй вариант – это контейнер Это пластиковый горшок того или иного размера Вплоть до полутора сотен литров Такие тоже бывают Либо мягкая сумка, шитая из полипропиленовой ткани Третий вариант – это ком Когда растение выкопано в поле Ком этот выкопывается специальной машиной Обматывается мешковиной И сеткой из каленой стали Которая должна достаточно быстро разрушиться в почве В идеальных условиях Это такие традиционные варианты Но, конечно, всегда бывают неожиданности И вот то, что говорил Андрей По поводу резиновой мягкой сетки Которая была на коме березы Которая была в горшке Вероятнее всего В какой-то момент Кома этих растений Были закреплены такой мягкой резиновой сеткой Которую, конечно, снять уже, скорее всего, невозможно Потому что растение проросло сквозь нее И, скорее всего, корни по мере расширения будут растягивать ее Пока она не порвется Но я бы в этой ситуации кое-где поднадрезал Чтобы она просто не передавила корни Ну вот мы так и сделали Вот с этой сеткой все понятно Ну, например, если там железная Если соблюдена технология И сетка используется каленая То есть это каленая сталь Которая в почве должна За несколько лет От 2-3-5 лет полностью разрушиться Тогда никаких проблем не будет Но иногда редкие ситуации В принципе, я с ними же сам лично никогда не сталкивался Чтобы сетка не разрушалась Другое дело, что сроки разрушения сетки бывают разные Иногда это 2-3 года Иногда это 5-7 лет Зависит от состава почвы От температуры От кислотности И так далее Потому что сетка должна заржаветь Это процесс окисления железа Окисления стали Соответственно, туда должен быть доступ кислорода Если плотная почва То, соответственно, доступ кислорода меньше Сетка разрушается дольше По технологии немецкие питомники Которые, в общем-то И начали поставлять материал В такой кондиции в Россию Рекомендуют после установки кома на место Разрезать где-то Разрезать проволочное кольцо Которое сдерживает сетку наверху И, в принципе, этим ограничиться Я предпочитаю все-таки Снять ее в верхней трети Или половине кома Если совершенно понятно Что это растение Уже не будет никуда перемещаться То это можно сделать Так, чтобы даже если Сетка будет разрушаться дольше Чем мы ожидали Чтобы она меньше влияла На корневую систему дерева То есть понятно, что В любом случае Основные корни будут идти на поверхность И эти вот 20-30 сантиметров Дереву, в принципе, хватит Чтобы хорошо укорениться Развиться И даже если эта сетка Будет ржаветь Не три года А десять лет Она уже, скорее всего Не нанесет существенного ущерба То есть, если она будет Там немножечко повреждать корни Или врастать в них Это не является критичным Нет Это, если это немного То да Критичный какой вариант Когда корень Проходит сквозь эту ячейку сетки Увеличивается в диаметре И если сетка не разрушается Она, в принципе, должна разрушиться Пока корень увеличится в диаметре До ячьей сетки Ячья сетки Ну, 3-5 сантиметров Где-то В принципе, это должно пройти Не один год Пока корень станет такого диаметра И начнет повреждаться Перерезаться Как бы этой сеткой Поэтому я думаю, что Это не проблема Но в любом случае Лучше в верхней части снять Но, смотрите Если вы не уверены 100% Что это растение останется В месте посадки Тогда Ну, что, честно говоря Бывает часто При посадках Потому что ты посажаешь Потом приезжает заказчик Который просит Подвинуть дерево На какое-то расстояние Это бывает Это, ну, по идее Эта ситуация не должна быть Ну, это бывает всегда Что по месту Часто есть отношение Как к мебели Да, да, да Вот так вот передвинься Да То тогда Особенно если ком тяжелый Большой Его уже без этой сетки Уже не вытащить И это действительно Будет проблемой Поэтому лучше Может быть даже Его просто поставить Вот Как-то закрепить Посмотреть И только потом Ну, то есть Снятие сетки Точнее Не снять не сетки Надрезание сетки Это, наверное, такой Финальный этап Который делается уже После того Как растение Утверждено Его место утверждено И согласовано Со всеми сторонами Но, опять же В своем саду, наверное Вы можете это определить Достаточно быстро Второй вопрос Который ты хотел задать Ну, про мешковину Да, там была дискуссия О том, что мешковина Бывает из разных волокон Не всегда Это только джут Или только лен Часто там могут быть Добавки каких-то Синтетических волокон Мешковина может быть Разной плотности Иногда это прозрачная Почти сетчатая ткань Иногда это мешок Который действительно Очень крепкий И то еще и двухслойный Конечно, это по-разному Влияет Если мешковина Действительно из органических тканей Если почва Достаточно хорошо аэрирована То есть они не очень плотные Не очень мокрые То, конечно Мешковина за год Должна уже разрушиться То есть если вы весной Посадите дерево С мешковиной Скорее всего Осенью Вы мешковину Это уже увидите В виде изрядно Подгнивших волокон И тогда никаких проблем Но если мешковина Включает все Синтетические волокна Такое тоже может быть В норме этого не должно быть То есть если соблюдается Технология Это не проблема Но Никогда не знаешь Насколько эта технология Соблюдается Я знаю, что были истории Что какие-то питомники Мудрились поставлять деревья Где ком под мешковиной Был обмотан полиэтиленом И люди вскрывали И находили такие сюрпризы Ну вот То есть Такое тоже бывает Поэтому Важно всегда при посадке Смотреть, что вы делаете Немецкие питомники Как я уже сказал Они рекомендуют Срезать проволочное кольцо И этим ограничиться Лучше все-таки На практике Если вы понимаете С чем вы работаете Аккуратно Надрезать Не только кольцо Но и проволоку После того, как растение Утверждено на своем месте Аккуратно отогнуть Мешковину В верхней части кома Ну то есть От трети до половины кома Может быть Две трети кома Очистить Зависит от того Какой размер кома Какой размер ямы И Тем самым Вы уберете Вот эти вот факторы Именно в той зоне Где корни будут расти В первую очередь Понятно, что корни у растений Будут расти В верхнем слое почвы Где питание Где кислород Где вода Вот Поэтому лучше сделать так Еще очень важно Кстати говоря По поводу При посадке растений В коме К сожалению Видимо это следствие Технологии выкопки Прочти всегда Поскольку выкапывает машина Которые Зубья Которые погружаются В почву И вот так Как бы Вынимают ком Почти всегда Закопана корневая шейка А в нашем климате Критично для дерева Чтобы корневая шейка Была на поверхности То есть Она не должна быть заглублена Дерево не должно быть утоплено Для этого Конечно Должна быть Правильная яма Это отдельная история Это уже Про посадку Да Меня интересует Вот случай Вот ты упомянул Что там можно даже Обнаружить Полиэтиленовый мешок Является ли это браком Это брак Это халатность питомника В таком питомнике Это нужно сдать обратно Если мы обнаружили Там полиэтиленовый мешок Мы смело можем Это дерево вернуть И потребовать Свои деньги назад Скажем так По закону Растения Насколько я понимаю Частные лица Не имеют права Возвращать место Где они купили Если это не интернет-магазин Но Любой уважающийся Садовый центр И питомник Если ему Человек Купивший такой материал Привезет его обратно Я думаю Ради своей репутации Его поменяет на что-то более приличное И выставит рекламацию Поставщику Потому что Это Ненормально Ну смотри А если мы не хотим Скандалить Возможно ли Взять и очистить Разрушить этот земляной ком Полностью Освободить корни С этим нужно быть осторожным Дело в том Что в коме Как правило Продаются растения Уже достаточно большие И смысл кома Именно в том Что дерево В питомнике Несколько раз Пересаживается И ему подрезается Корневая система При пересадке Поэтому она формирует Компактную Корневую систему И в любом случае Вы не сумеете Все счистить То есть Вы не сможете Ну это надо Очень сильной строй воды Промывать И размывать А смысл Я знаю Что я слышал Как историю Что некоторые так делают Но мне кажется Что это не имеет Особого смысла Нужно найти корневую шейку Так чтобы она была Выше уровня земли А для этого Надо сажать Как правило Чуть выше уровня земли Потому что всегда Седать будет Почти всегда Нужно закрепить дерево Как следует И нужно убрать Действительно Вот такие мешающие факторы Мешковина Правильная мешковина И правильная каленая Стальная сетка Не будут мешать Растению жить Да Возможно Какие-то проблемы Вылезут Позже Но Если питомник При выращивании Соблюдал технологию Никаких проблем Быть не должно Это выяснить Можно только опытным путем В любом случае Когда мы покупаем растение Стоит Разворошить Немножечко Кусочек Сунуть туда палец И проверить Что там происходило Я так понимаю Что на этапе перевалки Это все происходит Когда растение Маленькое сажают Он растет В маленьком горшочке Потом его достают Пересаживают В больший горшочек И вот На этом этапе Собственно Может возникнуть Какой-то там Ненужный материал Полиэтилен Невынутый горшок Бывает же так Что в центре кома Оказывается горшок Я с таким К счастью не сталкивался Но я не удивлюсь Городские мифы Я такие читал Я сталкивался с другим Что есть такой стандарт Называется Ком в контейнере Когда Дело в том Что сезон Для выкопки И посадки Растения в комах Достаточно узкий Это весна и осень До того как началась Весна это до того Как распустились листья Осень это после того Как листья опали Соответственно А сажать нужно В течение всего лета И вот такое растение Приезжает в садовое Его либо в питомнике При выкопке сажают В горшок В сетке В мешковине Во всем вот этом И либо оно сможет Стоять в садовом центре Больше одного сезона Например Если его не купили И тогда Надо конечно Во-первых Найти корневую шейку Которая может быть Не просто зарыта Но поверх нее Уже активно растут корни Ком ставится В контейнер Засыпается торфогрунтом И в таком виде стоит И конечно Нужно смотреть Ну вот Здесь я не вижу Особых проблем Но стоят эти Верхние корешки Например Которые выросли Выше уровня корневой шейки Конечно Их нужно аккуратно Обрезать и удалить Потому что Ну или разгрести Но попытаться сделать так Корневая шейка В любом случае Должна быть Выше уровня окружающей почвы Потому что Дерево Ну это нас сейчас Приведет К описанию Технологии посадки В двух словах Хорошо Если вы У вас Ком Дерево в коме Точно не опустится Если при копке ямы Вы ставите ком На дно ямы Но как правило Особенно речь Не идет о крупномерах О деревьях Обычного размера Условно говоря Усотой 3-5 метров Диаметром ствола 18-20 сантиметров Например Охватом ствола Не диаметром Охват ствола То как правило Вы выкапываете ямы Делаете почвенную смесь Сыпите почвенную смесь На дно Ставите вот это вот растение Так вот Вот эта вот прослойка Почвенной смеси Под комом У вас всегда будет оседать Как бы вы ее не утрамбовали Если это не Очень уплотнение Если это не грунт Который лежит Ну то есть Если это не сам грунт ямы Вот всегда это будет оседать И по моему опыту Всегда лучше сажать Выше Чтобы была корневая шейка Окружающего грунта На 7 Может быть Иногда даже на 12 сантиметров Ну вот 5-10 сантиметров Наверное достаточно Но вот 7-12 Я предпочитаю делать И я вижу Что за сезон Другой Дерево потихоньку Грунт оседает Дерево практически Всегда опускается вровень А если вы его посадите С мягким грунтом Под комом Или под землей С мягким грунтом Оно у вас неизбежно Окажется в яме И тогда Оно будет себя чувствовать Не очень хорошо Наверное Стоит объяснить Что вот Деревья Привязывают К палочке Не столько для того Чтобы не обрывались Маленькие корешки При наличии Как бы ветра И оно раскачивалось А именно для того Чтобы пока Перегнивает Вот эта вот Мешковина Или сетка Дерево просто Из этой ямы Не выпало А каким образом Оно может выпасть Ну поскольку у него Корневая система Еще находится Как этот шарик Условно говоря Чупа-чупс По сути дела Да, конечно Этот шар Конечно Ветровые нагрузки На крону дерева Всегда большие И конечно Оно Его нужно Закреплять В первую очередь Ну конечно Чтобы оно не упало То есть Это в принципе Тоже очень важный момент Если мы оставляем Все вот это У нас Немножечко Процесс укоренения Он Во времени Не растягивается Больше Но все равно Это делается Для того Чтобы не рвались Маленькие корни Чтобы дерево Крепче сидело В яме И в любом случае Его надо закреплять Потому что У вас действительно Ну вот Оно может просто Вывалиться То есть Беда с маленькими Корешками Похажется Просто Есть такой Стандарт посадки Условная Капанина Когда растение Выкапывается Не в питомнике Выращивается А в поле Или в старых Советских питомниках Где они росли Как правило Там большие Очень Тяжелые Кома Они очень Тяжело Приживаются Если при посадке Такого дерева Сделать Все по технологии То есть Надрезать Сетку Может быть Частично Ее снять Не дай бог Если это дерево Упадет А дерево Большое Тяжелое Без наличия Сетки Полностью Не поврежденного Практически Нереально Вернуть Обратно Поставить Поэтому Я знаю Что люди Это делают Но это Конечно И посадочный Материал С большим Количеством С большим Процентом Отпада И он Плохо Приживается Долго Приходит В себя Первые годы Выглядит Страшно Но он Популярен В силу Того Что он Крайне Дешев На фоне Материала Из питомников Там не было Перевалки Да Его не Сформирован Ком Не был Сформирован Да Корни Обрублены Часто Там встречаются Обрубки Корней Толщиной 3-5 Сантиметров А в растении Из питомника Максимальная Толщина Обрубленного Корня Не должна Превышать У нас Вся земля Отвалится И мы Получим Огромное Дерево С открытой Корневой Системой В случае Сосны Это гарантированная Смерть Растения При выборе Между Капониной И растением Из питомника При равной Цене Лучше Все-таки Выбрать Растение Из питомника Выращенные Питомники Которое Регулярно Пересаложивалось Шкалировалось При меньшем Размере Момент Покупки Оно Скорее всего Приживется Лучше И рано Или поздно Нагонит Растение Которое Куплено В виде Капонина И вероятнее Всего Если вы Посадите Эти два Растения Вы заметите Что через Несколько лет Они приблизительно Одинакового Размера И растения Из питомника Несмотря на то Что насажалось Меньшего размера Находятся В лучшем состоянии В лучшей форме Чем то Которое Выкопано В лесу Или на поле Пересажено С большим комом Но при этом С большим диаметром Перерубленных Корней Ведь Спасибо тебе Огромное Надеюсь Что нашим Зрителям Эта информация Будет Крайне полезна В общем Вывод Делаем Самый важный Всегда Зрите в корень И если у вас Возникают Какие-то Сомнения Если вы Находите Какую-то Непонятную Проблему Находящуюся В этом корне То Лучше Посоветоваться С кем-то Или из наших Специалистов Или с Продавцами Того Садового центра Где вы Растения Приобрели На этом Я с вами Прощаюсь Всего доброго Смотрите Канал Европлант Всего доброго До свидания Спасибо Спасибо